МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в авангарде. Из-за паузы в чемпионате, связанной с Кубком Первого канала, болельщики команд КХЛ почти на полмесяца остались без любимого зрелища. А наша сегодняшняя программа вместила в себя отчет лишь об одном матче. Одном. Но зато каком. Даже в отсутствие большинства своих лидеров, авангард на столичном льду всухую раскатал красно-белых. А еще в нашей программе будет сегодня герой дня. Кто именно, узнаете прямо сейчас. Итак, мы начинаем. Олег Пиганович. Колоритный защитник, выделяющийся на площадке уже даже одним лишь гренадерским ростом. 197 сантиметров. Но, разумеется, выдающиеся антропометрические данные вовсе не главное достоинство Олега. В сезоне 2007-2008 годов Пиганович в составе Челябинского трактора сумел побить снайперский рекорд среди игроков обороны, державшийся на протяжении 26 лет, забросив 22 шайбы. Разумеется, случайно такие вершины не покоряются. Это подлинное свидетельство высокого, в прямом и переносном смысле мастерства. Появившись в авангарде, хоккеист с ростом баскетболиста сразу же начал набирать очки за результативность. Впрочем, о Пигановиче игроке каждый болельщик может составить свое собственное мнение, наблюдая за действиями Олега на льду. Мы же сегодня хотим познакомить вас с добрым и открытым к общению парнем, каким показался нам новобранец авангарда уже в самом начале общения. Итак, знакомьтесь, Олег Пиганович. О партнерах и тренерах, болельщиках и интернете, новогодних подарках и, конечно же, о якобы предстоящем конце света. Куда же сегодня деться от этой темы? Добрый день, Олег. Здравствуйте. Олег, большинство мальчишек, когда начинают заниматься хоккеем, мечтают стать нападающими, забивать много голов. Многие мечтают стать вратарем, форма вратарская мальчишкам нравится. Тут довольно редко бывает, что вот ребенок с детства мечтает стать защитником. Когда определилось твое хоккейное амплуа? Ну как, я начал, ну сначала вообще не было распределения такого там на защитники, нападающие, были просто как бы маленькие пацаны, которые учились кататься на коньках. Потом уже, когда, ну, более-менее подрастали, начинали более-менее кататься, там шайбой как-то бросать ее. Вот, уже тренер смотрел, просто отбирал там, кого куда поставить. Ну, в защиту я уж не знаю, как они там отбирают, когда еще такие ребята маленькие. Вот, ну меня, кстати, сначала, по-моему, поставили в защиту, потом я играл в нападение до 15 лет. И потом вот только в 15 лет я опять вернулся в защиту. С таким прекрасным ростом у тебя не было предложений от баскетбольных или волейбольных тренеров? Ну, если честно, по-моему, у нас в Ярославле, где я начинал хоккей, по-моему, в то время еще не было там каких-то таких суперкоманд, там, футбольных, ой, баскетбольных, волейбольных. Был только, ну, как бы я просто с детства помню, был хоккей, то есть торпеда, все ходили на хоккей, болели. Как-то вот с того осталось. Меня отец водил постоянно там практически на каждый матч. Ну, хотелось просто. Смотрел на, как играют старшие профессионалы, вот, и хотелось как-то тоже заиграть. Высокий рост для хоккейного защитника – это преимущество или это определенное неудобство? На данный момент? Ну, не знаю, я думаю, сейчас игра уже стала такая, ну, более силовая, то есть, ну, хорошо, конечно, с большим ростом, но нужно также и ловкость, чтобы была, и нормально ты владел коньками. То есть, я думаю, нужно что-то среднее, такое оптимальное между ростом и весом, и вообще всей координацией. Ну, а вообще наш мир, он создан под среднестатистических людей, и с таким ростом, метр девяносто семь, часто ли ты сталкиваешься с бытовыми проблемами? Я не знаю, кресло в самолете, расстояние между ними на двухметровых людей явно не рассчитано, кровати в гостиницах и так далее. Да нет, в гостиницах сейчас все нормально, то есть, ну, в гостиницах уж нет такого, что там маленькие кровати или что-то, сейчас, по-моему, все гостиницы уже хорошие. Вот, а в самолете, да, когда вот особенно летали с Амуром, у меня старались просто, уже администратор сам старался меня садить или в проходе, или у аварийного выхода, где там побольше места, то есть, ну, а так, да, сталкиваемся, то есть, с такими небольшими проблемами в самолетах, так что приходится, ну, или меняться, или там что-то, просить УСТРД, чтобы пересадили куда-то. В сезоне 2007-2008 года ты выступал за Челябинский трактор и побил знаменитый рекорд по количеству шайб, заброшенных за сезон игроком обороны. Рекорд, который 26 лет держался, ты забросил 22 шайбы. Ты помнишь, в ворота какой команды ты забивал 22-й гол? Авангарда, по-моему. В сезоне 2011-2012 годов, выступая за московский «Спартак», ты получил тяжелую травму, сломал ногу. Помнишь, в матче против какой команды ты получил эту травму? Авангарда в Омске. Получается, Авангард просто какую-то почти мистическую роль в твоей хоккейной карьере сыграл? Да, если честно, нет, как-то даже не знаю. Сейчас вот если только с вами вспомнил как раз, ну, про ногу я помню, что сломался Авангардом, а вот про гол только сейчас вспомнил, что забил Авангардом. Да не знаю, нет, такого нет, каких-то там суеверий, что-то мистика, не мистика. Так получилось просто, это жизнь. Олег, вот ты забрасываешь 22 шайбы в одном сезоне, а уже на следующий сезон всего две. Почему такие огромные перепады в результативности? Ну, и я думаю, что у меня тот сезон просто мне очень многое позволялось. Я как бы забивал голы, там, подключался к атакам, но в тот сезон у меня было очень много провалов, проблем в обороне. То есть у меня был плюс-минус не очень хороший. Я даже, если честно, сейчас не помню, ну, там, минус, там, не знаю, десяток где-то, что-то такое было. Вот, ну, и следующий год, как бы, меня и тренера уже попросили, чтобы я больше, как бы, уделял в обороне. То есть добавлял, прибавлял там, и, не знаю, я сам, ну, с плюс-минусом я прибавил. То есть у меня, по-моему, был положительный показатель в следующем сезоне. Плюс-минус, ну, и как-то, не знаю, ну, еще плюс везение. Фарт вот этот, то есть, ну, пошло как-то, не знаю, почувствовал вот этот вкус голов, наверное, и пошло, поехало и забил. Продолжение беседы с Олегом Пегановичем в нашей программе буквально через несколько минут, а прямо сейчас рассказ Вадима Киреева про матч московского «Спартака» и омского «Авангарда». В первом матче после 10-дневной паузы в чемпионате «Авангард» играл в Москве со «Спартаком». Ястребы вышли на лед спорткомплекса «Сокольники» не в оптимальном составе. Из-за травм не смогли помочь партнерам Белов, Попов и Костицын. Однако и без своих лидеров наша команда предстала перед столичной публикой, сплоченным и боеспособным коллективом. Хоккеисты «Спартака» После этой встречи многим омским болельщикам даже показалось, что такого слабого соперника у Ястребов в нынешнем сезоне еще не было. Правда, хоккеисты нашей команды подобное мнение не разделяют. «Я думаю, у нас и первая игра была достаточно тяжелая, и тем более сейчас поменялся тренер у них, и они явно очень стараются у себя дома и хотят выиграть. Так что легкой игры не получится». В первом периоде «Спартак» четыре раза играл в большинстве, но извлечь выгоды из такого новогоднего подарка, сделанного им отчасти арбитрами встречи, отчасти самими Ястребами, не смогли. Мастерства не хватило. По мнению главного тренера «Краснобелых» Федора Конорейкина, именно бездарная игра его подопечных в стартовой 20-ти минутке стала чуть ли не основной причиной поражения столичной команды в этом матче. А вот хоккеисты «Авангарда» в одной из пауз между удалениями показали сопернику, как надо создавать и использовать моменты. Проход Иванова, добивание Фролова и 1-0 в пользу нашей команды. Отличилось первое звено нападения Ястребов. Получается, отряд не заметил потери бойца в лице Костицына. Дени как-то передасовал тренер, новые связи надо было нарабатывать. Выиграли сегодня на роль забивающих, нашлись другие ребята. На самом деле классная команда и должна быть, что если ведущие игроки не смогут забивать, это не везет или травма. Роль лидеров берут другие игроки. В этом коллектив и заключается команда. В самом начале второго периода начудил, другого слова не подберешь, голкипер Спартака Борисов. Покинув ворота, он уехал в угол площадки, где отдавал по борту передачу своему партнеру. Но вместо спартаковского хоккеиста шайба оказалась у Турьянова, который как будто прочитал мысли вратаря Краснобелых. Последовала передача на свободного Волкова и тот расстреливал уже пустые ворота. 2-0. В третьем периоде Спартак огрызнулся выходом Бушуева 1 на 1 с Рама и опасным моментом в исполнении Ружички. Но вратарь авангарда в этот вечер играл безукоризненно и засушил свой первый в нынешнем сезоне сухарь. То есть не позволил отличиться сопернику ни разу. А точку в этом матче поставил Первушин, чей бросок застал врасплох Яхина, появившегося в воротах Спартака после второй шайбы, пропущенной Борисовым. В итоге 3-0 победа Ястребов, что называется, на классе. По счету так вроде комфортное преимущество, но на самом деле все не так складывалось, потому что был перерыв, ребята после перерыва играли первую игру. То есть надо было как-то, может быть, опять этот игровой ритм найти. И на Спартаках, в принципе, довольно много было моментов. Но они не забили, мы забили, нам повезло. Может быть, где-то больше хотели, больше дисциплина сыграла свою роль. Но все сложилось удачно для нас, то есть, как бы, я думаю, все хорошо. Прямо сейчас в нашей программе обещанное продолжение интервью с Олегом Пигановичем. Олег, для защитника очень важна психологическая устойчивость. Вот тебе какой вариант ближе? Сыграл матч и забыл о нем? Или второй вариант, что ты потом еще по вечерам долго вспоминаешь какие-то ошибки, допущенные в игре, шайбы пропущенные, перевариваешь их заново? Ну, второй, да, как бы, вечером все равно приходишь, то есть, вспоминаются там где-то или ошибки. Но в основном, как бы, вспоминаются ошибки, то есть, стараешься проанализировать, как ты сыграл, то есть, чтобы в следующий раз не было такого, не допустить такую ошибку. Ну, и так перебираешь все равно первый вечер в голове, потом уже перед следующей игрой уже как-то забываешь, уже настраиваешься на следующую игру и все. Ты помнишь, когда на тебя последний раз кричал тренер? Ну, что прямо кричал, даже не знаю, если честно, я не вспомню. Вот так, чтобы, ну, Назаров кричал бывало, ну, конкретно вот именно момент я не вспомню. Так, может, еще кто-то кричал. Так я к этому отношусь, то есть, спокойно, у меня нет такого, покричит, что теперь все люди эмоциональные, то есть, в этом нет ничего страшного. Ну, а кто вообще был самым экстремальным тренером в твоей карьере? Ну, экстремальный, я как бы был в Атланте, то есть, предсезоненные сборы проходил, и уже начался сезон, правда, я там не сыграл ни одного матча, но я тренировался 4 месяца, и у меня за 4 месяца был один выходной, я тренировался с Петром Ильичем Воробьевым. Вот, также Николаев могу вспомнить, Новокузнецкий тоже был на предсезонке в Латвии. Ну, такие довольно жесткие просто тренировки у них, там, постоянно одни тренировки целыми днями, то есть, сон тренировки, сон тренировки, и времени, ну, так, на отдых очень мало вообще. Защитник авангарда Анси Салмала, твой коллега по амплату, твой коллега по команде, в Твиттере описал свой типичный день так, велотренажер, лед, атлетический зал, сон. Это похоже на картинку твоего дня? Да, я думаю, тут жизнь любого хоккеиста, любого профессионала, кто следит за собой, как бы старается восстанавливаться, там, тренироваться, выкладываться. На это, на самом деле, так приходим, ну, с утра, там, я не знаю, если получится позавтракать, позавтракаешь. Так приходишь, тренировка, то есть, там, подготовка к тренировке, все растяжки, там, велотренажеры, тренировка, посттренировки зал или до тренировки зал. Также велосипеды, всякие, там, бани, сауны. Ну, и домой, как бы, лежать, восстанавливаться, я не знаю, там, ну, максимум, что можно, там, вечером сходить, поужинать, там, с девушкой или, там, в кино сходить. То есть, ну, так в основном, да, то есть, стараешься больше отдыхать, тем более в сезоне, когда такой плотный график, не особо получается где-то что-то, куда-то. Олег, по ходу сезона матчи следуют один за другим, их десятки. Возможно ли на каждый матч настраиваться, действительно, вот, как на самый важный, последний и решающий бой, если речь идет не о плей-офф, а о регулярном сезоне? Да нет, ну, как бы, стараешься все равно, то есть, выходить и проявлять себя, ну, как-то, я не знаю, я думаю, каждый хочет, я не знаю, показать и забить, то есть, я думаю, таких людей нет, там, ни в одной команде, которые, там, выходят и, там, ну, ладно, там, или хотят, там, специально ошибиться что-то, ну, все бывает, все люди ошибаются, то есть, ну, я думаю, все равно каждый старается, каждый хочет что-то показать, там, забить гол, отдать пас, помочь как-то команде. Не знаю, просто когда-то это получается, когда нет Без ошибок хоккей невозможно, я думаю Олег, насколько тебе кажется справедливой нынешняя формула чемпионата Когда итоги регулярки, итоги так называемого гладкого чемпионата Практически ничего не значат И вся табель о рангах начинает писаться только уже весной в плей-офф Может быть было бы более справедливо, как в футболе Кто лучше всех в чемпионате смотрелся, тот и чемпион А так получается, что команда не блещет весь сезон А потом по весне именно ей достаются все лавры Да, я думаю, да, это как бы, ну, все равно регулярный чемпионат Это как бы своего рода подготовка как раз вот Плей-офф к этим самым, ну, последним матчам То есть, не знаю, как-то вкатываешься весь сезон Все равно проверяешь, смотришь на другие команды Как-то что-то у них берешь, какие-то моменты И это, ну, своего рода, на самом деле, это подготовка вот к этим К весне, к плей-офф Ты читаешь в интернете отзывы болельщиков о своей игре? Не, если честно, стараюсь не читать И, как бы, ну, в основном только новости, так какие-то так Быстренько прочитать что-то там для себя выделить Не знаю, отзывы никогда не читаю Ну, а вообще, чье мнение о твоей игре для тебя действительно важно? Мнение тренера? Так особо я просто не беру в голову, как бы, ну И откладываешь, конечно, там, что тебе скажут Там стараешься потом, ну, там, я не знаю Если это была ошибка, ее там не делать, не допускать Не знаю, я думаю, скорее всего, все равно Это тренерская, наверное, для меня вот Что-то нужно, ну, что нужно добавлять Что менять там, как играть А так, нет, у меня нет такого, что там кто-то там мне конкретно Там из родственников или из кого-то там Будет у меня наоборот, как-то я стараюсь с семьей там Ну, особо не говорить о хоккее То есть отвлекаться все равно чуть-чуть от хоккея Потому что, ну, если постоянно думать о хоккее, можешь сойти с ума Ну, а в повседневной жизни тебя трудно вообще вывести из себя? Раньше по молодости у меня, да, было такое То есть я мог и быстро и в жизни, и на льду Сейчас как-то, не знаю, может, повзрослел чуть-чуть Сейчас, наверное, меня чуть тяжелее вывести Ну, я как бы, не знаю Все мои знакомые там, друзья, которые живут в Ярославле Говорят, что лучше этого не делать Я потом долго просто как-то все это могу обмусоривать Сейчас очень много разговоров по поводу якобы Ожидающего нас 21 декабря конца света Вы в команде как-то, я не знаю, говорите, подшучиваете вообще на эту тему? Да нет, я не знаю, если только такие какие-то мимолетные шутки Я не знаю, я, если честно, не отношусь к этому серьезно То есть если произойдет, значит произойдет Но не знаю, для меня это, наверное, больше как-то, ну, вот так вот на самом деле Больше в шутку переводить и все Ну, нас скоро ждет гораздо более приятное событие, нежели конец света Именно Новый год Ты уже приготовил подарки своим родным, любимым, близким или оставишь это на последний день? Еще пока не приготовил, то есть даже где-то там не знаю, что кому подарить Может еще в раздуме, но думаю, наверное, в ближайшие дни уже все обдумаю и решу, что кому там Ну, а сам-то ты уже сделал заказ Деду Морозу? Что ты-то для себя хотел бы найти под елочкой? Да, если честно, не знаю, так меня и родители спрашивают, что ты там, и девушка, что ты хочешь Ну, вот если честно, не знаю Нет такого, что там Я-то, может, хочу, не знаю, там, замок где-нибудь во Франции Ну, это, как бы, ну, не знаю, мне приятный любой подарок, там, любая мелочь Главное, внимание ведь, все равно, а так, не обязательно там какие-то горы золота дарить Олег, у тебя есть возможность с новогодними пожеланиями обратиться к многочисленнейшим болельщикам авангарда? Пожелал бы, конечно, здоровья, всем счастья, чтобы следующий год был гораздо лучше во всех планах, чем прошлый год Болеть, соответственно, за команду, приходить на матчи, мы стараемся вас, постараемся вас не подвести Чтоб все было хорошо, всем удачи Большое спасибо за эту беседу Вам спасибо Итак, в данный момент в дивизионах Боброва и Тарасова есть по два ярко выраженных лидера Дружины из Москвы, Питера и Ярославля наверняка никого больше не намерены и близко подпускать к борьбе за звание сильнейшего коллектива на Западе Гораздо интереснее дело обстоит в дивизионе Харламова Из-за спин долго лидировавших челябинцев и магнитогорцев тихой сапой выдвинулись казанцы С этими ребятами всегда нужно держать ухо востро А вот дивизион Чернышова единственный в КХЛ, где от интриги уже давным-давно не осталось и следа Авангард на первом месте в гордом одиночестве Лидируем мы и на востоке в целом Но тут до нас по потерянным очкам могут дотянуться белые барсы из столицы Татарстана До конца этой недели ястребам предстоит еще сыграть в Латвии и на Украине Ну прямо back in USSR Завершим календарный год домашней трехматчевой серии против команд из Центральной России А на сегодня это все, о чем успели рассказать Прямо сейчас наш традиционный клип До встречи через неделю и будьте в Авангарде Ну что сказать вам, москвичи, на прощание Чем наградить мне вас за внимание До свидания, дорогие москвичи Доброй ночи, доброй вам ночи Вспоминайте нас Что сказать вам, москвичи, на прощание Чем наградить мне вас за внимание До свидания, дорогие москвичи Доброй ночи, доброй вам ночи Вспоминайте нас Редактор субтитров А.Семкин